Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодняшняя солнечная погода может вызвать опасения у создателей новостных программ. Ведь кому-то может показаться, что лучше прогуляться, чем слушать не всегда приятные новости. Но я, ведущий новостей Таллина Вадим Малышкин, убежден, что наши зрители продолжают внимательно следить за происходящим, независимо от погоды. И мы постараемся им рассказать обо всем самом интересном. Новости об искусстве обычно бывают в финале передачи, но только не в этот раз. Уж очень много кривотолков, возмущения, недоумения вызвало заявление одного из чиновников Министерства культуры о необходимости сокращения работы русского театра и даже переезда его в другое помещение поменьше. На фоне непростого и вызывающего острой дискуссии перевода школ на эстонский язык обучения, многие расценили это как атаку на русскую культуру. Но, похоже, в данном случае ситуация иная. А в чем убедился Михаил Владиславлев. Официальные лица могли бы служить примером аккуратного и грамотного изложения своих взглядов, тем более, что высказывать их никто не запрещает. Тем более неожиданной оказалась атака на русский театр, предпринятая вице-канцлером Министерства культуры Танейлом Рауцепом. Предложившим уже в этом году сократить объем его работы или даже подыскать новое помещение. Для обоснования своих предложений автор даже нашел неадекватную статистику. Это, конечно, было очень такое трудное испытание последние пять дней. Успокоить труппу и получить заверение в том, что работа русского театра будет продолжаться в том же объеме. И что финансирование не будет урезано. И что в этом прекрасном здании мы продолжим выпускать спектакль и отметим в этом году свое 75-летие. Что хотелось бы отметить особенно, это то, что показатели русского театра не дают оснований для того, чтобы думать в этом направлении. И министр культуры, и представители министерства, с которыми мы общались, подтвердили это. Сегодня рост, который показал русский театр, пожалуй, один из лучших в стране. Это и по зрителям, и по проданным билетам, и по постановкам. Теперь вице-канцлер уже сокращен вместе с должностью. А министр Хейдипурга официально заявил, что Ралсеп высказал свое личное мнение. Хотя эта кадровая замена не связана напрямую с драматическими событиями вокруг русского театра. К тому же министерство думает над оптимизацией финансирования всех театров в четырехлетней перспективе. Но в августе в министерство придет новый канцлер, и это станет его задачей. Но те несколько дней, которые пережили актеры и руководители театра, учитывая еще и свойственные людям этой профессии эмоциональность, навсегда останутся шрамом в их душах. Это был шок, скажу честно. Для всех был шок. Но все-таки вот в таких ситуациях надо, как говорится, иметь какую-то выдержку, набрать воздух, подумать. И как решать эту проблему. Слава богу, она решила сейчас в нашу пользу. И именно министерство культуры подтвердило, что это все пока не жизнеспособно. Вот эта вот идея. Я надеюсь, что она не возникнет больше. Поддержкой от зрителей и от деятелей культуры и от Центритской партии Эстонии все это создало громкий резонанс. Да и цифры говорят сами за себя. Вместо доходов по плану билетов 600 тысяч заработано 921. Зрителей планировалось 50 тысяч, а пришло 68. И вот что думают сами зрители. В таком именно здании ощущаешь, что ты пришел в такой храм искусства настоящий. И я заметила вот по нынешнему сезону, что теперь уже не так просто купить билет в театр. Что мне приходится об этом заранее побеспокоиться. Когда, может быть, несколько лет назад я могла так спокойно прийти перед спектаклем в любой момент и купить билет. Однако похоже, что русская карта никак не может выйти из повестки определенных политических сил. Жителей пугали 9 мая. Но он прошел без серьезных инцидентов. Даже перемещение танка Т-34, стоявшего на берегу реки Нарвы, несмотря на возмущение многих местных жителей, не вызвало агрессивных протестов. Все это свидетельство тому, что наше общество научилось жить вместе. Неважную роль в этом нелегком сближении играет именно русский театр, которому в этом году будет 75 лет. К счастью, такого мурачного подарка к юбилею удалось избежать. Михаил Владиславов, Петер Улевайн. Новости Таллина. Тем временем языковая реформа школ стремительно набирает обороты. Министр образования Кристина Каллас уверена, что обратной дороги нет. И пообещала продолжить строгий контроль за тем, как в русских школах идет работа в этом направлении. Сегодня она встречалась с руководством Таллина. А родители атакуют министерство запросами о происходящих переменах. На одной из таких атак, обеспокоенных пап и мам, побывал Сергей Овченков. Пока в тиши кабинетов принимается решение о переходе на госязык обучения, и чиновникам кажется, что все пройдет гладко и сравнительно легко, родители волнуются и переживают, и это вполне объяснимо. Ведь многие не понимают, как они могут помочь своим детям в изучении эстонского языка и выражают естественное беспокойство по поводу того, останутся ли результат обучения их детей на прежнем уровне. Ведь учить язык и учиться на неродном языке – это совсем разные задачи. Министерство образования и науки начало проводить специальные, так сказать, успокоительные инфоднии сначала на северо-востоке страны, где эти проблемы очень болезненны, а в июне такие мероприятия было решено провести также в школах Таллина и Хариума. Можно сказать, что проведение инфодней в таких городах, как Силаме, Нарва, Юхвико, Хлоярва, было правильным шагом, поскольку было видно, что люди ждали очень давно таких мероприятий. Основной вопрос от родителей заключался в том, как они могут помочь своим детям в данном переходе, что именно они могут сделать для них. Родители озабочены тем, что для перехода на эстоноязычное образование не хватает сейчас ни педагогов, ни материалов. Об этом говорят уже долгое время как специалисты, так и некоторые политики, но вот мнения непосредственно родители в министерстве как бы и не слышали. Поэтому именно в подобной инфодне у родителей появилась возможность непосредственно задать волнующие их вопросы представителям Министерства образования. Трудно сказать, оправдали ли такие мероприятия родительские ожидания или породили новые вопросы. Относительно моего вопроса я задавала насчет поступления в школу. И я сказала, что есть такая проблема, что некоторые школы, когда узнают, что ребенок русскоязычный, они сразу говорят о том, что можно даже не пытаться поступать в школу. И для меня остался вопрос без ответа, как же будет производиться тестирование в таких школах. Остались вопросы, потому что у меня ребенок не попадает под переход конкретно, прямо. И, наверное, здесь больше вопросов, ну, может быть, к школе остались. Что бросилось родителям в глаза, так это отсутствие конкретики. Когда представители Министерства говорили о мерах поддержки государства для увеличения количества педагогов, то в их высказываниях время от времени звучали такие фразы, как «Если наберется необходимое количество, надеемся, что так и произойдет, мы бы хотели, чтобы получилось так» и так далее. То есть, хотя надежда в успехе плана перехода у Минобразования имеется, особенно учитывая финансовые вливания, но вот отсутствие стопроцентной уверенности вызывает у одних родителей недоумение, а у других даже, как выразилась одна мама, чувство смятения. Своим мнением относительно ситуации поделился также вице-мэр по вопросам образования Андрей Канты, который присутствовал на одном из таких мероприятий, но в качестве родителя. Располагая объективными данными, я могу сказать, что самое время начинать бить во все колокола, потому что только в детских садах русскоязычных в Таллине не хватает порядка 600 учителей. Я не берусь судить за все школы абсолютно, но самая проблемная целевая группа перехода на эстонский язык обучения – это будут четвертые классы. И для того, чтобы качество обучения не пострадало, там должны работать высококлассные специалисты, которые владеют методикой интегрированного преподавания предмета и языка. Наверное, нельзя отрисать пользу от таких мероприятий, ведь хотя бы на таком уровне, но все же идет попытка общения между родителями и Министерством образования. Но сможет ли глаз народа что-то изменить? Принятый в торопях закон о переходе на эстоноязычное образование был полон несостыковок и нерешенных вопросов, решать которые приходится уже сегодня. Таллинн также старается найти пути решения ситуации. Так, например, сегодня столичный мэр Михаил Кылвард и министр образования Кристина Калла встретились, чтобы обсудить острые вопросы, связанные с образованием. О результатах этой встречи мы расскажем вам в завтрашнем выпуске нашей программы. Сергей Овченков, Петр Юльвайн, новости Таллина. Пожалуй, ключевым для сегодняшнего заседания мэрии и последующей встречи с журналистами могло бы стать слово «забота». Социальные программы города направлены на поддержку малоимущих семей и пенсионеров. Город заботится о том, чтобы врачи как можно быстрее добирались до пациентов, попавших в беду. А забота об экологии в центре внимания зеленой столицы. Обо всех этих заботах Илья Бань узнал на традиционной городской пресс-конференции. Таллинн в сотрудничестве со спасательным департаментом продолжает реализацию адресованного малообеспеченным горожанам проекта, направленного на повышение пожарной безопасности жилых домов. Средства на эти цели выделяются ежегодно с 2018 года. Таллинн и спасательный департамент помогают испытывающим финансовые трудности горожанам, одиноким пожилым людям, многодетным семьям и людям с особыми потребностями. На данный момент в Таллине в рамках этого проекта повышена пожарная безопасность, 150 домов и квартир. Районные управы собирают информацию, заявления от таких семей, а спасательный департамент проводит уже профессиональную оценку и назначает, какие работы нужно провести. Чаще всего работы связаны с ремонтом печи, либо заменой печи, газа и датчика дыма. Для совсем пожилых или тех, кому непросто передвигаться по дому, часто предлагают и невозгораемое постельное белье. Пособие выделяется также и на приобретение огнетушителей и других средств для тушения огня, а также на ремонт электросетей, ремонт и замену газовых устройств, на заказ экспертной оценки, а также на применение специальных решений, например, датчиков температуры, системы оповещения для людей с особыми потребностями. Список участвующих в проекте жилых помещений составляется на основании заявлений, поступивших в местное самоуправление и проведенных спасательным департаментом осмотров. Данные анализируются в сотрудничестве города и департамента. Горожанин, в доме которого будут проводиться работы, должен быть зарегистрирован в качестве владельца недвижимости и, согласно данным регистра народонаселения, проживать там же, где будет улучшена пожарная безопасность. В этом году мы сможем улучшить ее в 20 домах и квартирах. Город заложил на эти цели в первом дополнительном бюджете 63 тысячи евро. Спасатель департамента в этом году вложит 43 тысячи евро. Конечно, этот проект спасает жизни. Сообщить о необходимости в услуге можно в департамент по номеру 1247 или в местное самоуправление. Илья Абань, Виталий Савинский, Новости Таллина. Сергей Овченков, ознакомившийся с результатами исследования употребления алкоголя в Эстонии, согласен с обеспокоенностью специалистов данными статистики. То, что количество смертей, непосредственно вызванных алкоголем, увеличивается пятый год, а смертность от вызванных им болезней также растет, не голословные утверждения, а результаты серьезного анализа. Есть и другие настораживающие факторы. Об этом наш следующий сюжет. Институт конъюнктуры, а также Институт развития здоровья бьют тревогу. Дело в том, что уже который год подряд растет количество в Эстонии, потребляющих алкоголь. Более того, также растет количество смертей. И это уже пятый год подряд. Есть о чем задуматься. Согласно данным исследованиям, в прошлом году каждый взрослый житель страны, имеется в виду от 15 лет и старше, употребил в среднем 11,2 литра абсолютного алкоголя. Это примерно на 1,2% больше, чем годом ранее. Но есть и более печальные цифры. В 2022 году от злоупотребления алкоголем скончались 753 человека. Это на 58 больше, чем годом ранее. Народ в Эстонии пьет. И сказать, что эта тенденция идет на убыль, никак нельзя. Стресс, вызванный двумя годами пандемии и последующим экономическим кризисом, также оказал влияние на количество употребляющих алкоголь. Больше всего людей, умерших по причинам, связанным с употреблением алкоголя, находилось в трудоспособном возрасте от 45 до 64 лет. Число смертей, непосредственно вызванных алкоголем, растет уже пятый год подряд. Острым стоит вопрос также относительно доступности алкоголя. Больше, чем в половине магазинов, торгующих алкоголем, у несовершеннолетних даже не спрашивают документ, если подросток пытается купить горячительный напиток. Также на доступность влияет и возможность приобрести алкоголь через интернет или другими способами. А если мы посмотрим на смертность, то самому молодому мужчине, который умер от злоупотребления алкоголем в прошлом году, было 28 лет. И самой молодой женщине был 31 год. Если в начале 2022 года насчитывалось 9082 торговых точки с действующей лицензией на продажу алкоголя, то в начале мая нынешнего года их было уже почти на три сотни больше – 9374. Наибольшая доля потребляемого алкоголя приходилась на крепкие спиртные напитки и пиво. Нынешний рост количества потребляющих алкоголь можно объяснить тем, что в последнее время цены на спиртные напитки не росли так стремительно, как, например, на продукты питания, услуги или коммунальные счета. Да и доходы жителей росли тоже быстрее, чем цены на алкоголь. В правительстве полагают, что необходимо продолжить ограничение доступности горячительных напитков, а также последовательное повышение акциза на алкоголь, чтобы предотвратить его несоразмерное удешевление. Относительно акциза вопрос может быть спорным. Потребители помнят еще те времена, когда из-за высокого роста акциза на алкоголь люди пить меньше не стали. Но вот затариваться спиртным начали в Латвии, тем самым оставляя приличную сумму денег нашему балтийскому соседу. Ведь люди пьют не только от хорошей жизни, но даже и тогда, когда она становится трудной, принося в быт множество проблем. Сергей Овченков, Андрес Лайго, Петр Юлевайн. Новости Таллина. Ну а теперь, как и обещано ранее, к сюжетам о культуре. Традиция организации праздников песни и танца внесена в список духовного наследия ЮНЕСКО. Он стартует 30 июня, а 2 июля через Таллин в сторону Певческого поля пройдет шествие участников этого главного фестиваля страны, которое по традиции возглавит колонна дирижеров, среди которых будет и Ксения Грабова, которая сегодня гостья студии новостей Таллина. Ксения, добрый вечер. Здравствуйте. Когда мы искали о вас информацию в интернете, то всплывали и чемпионка по вольной борьбе, и дирижер смешанное единоборство. Это все один и тот же человек? Да, да, это я. А что было раньше? Что вошло в вашу жизнь раньше? Борьба или музыка? Ну, музыка, конечно, потому что я музыкой занимаюсь уже с 4 лет. В садике меня мама водила в музыкальную школу. А спорт пришел уже во время учебы в университете. Я остался. Как они уживаются у вас? Спорт такой жесткий спорт, скажем, однозначно. И музыка, дирижер. Ну, да. Ну, очень-очень хорошо этот симпиоз работает, потому что я, наверное, после спорта на репетициях стала очень спокойной. Ну, а сейчас спорт в вашей жизни остался? Да, я теперь тренер. Певческий праздник для молодежи должен был пройти еще год назад, но отменился по причине ковида. Как вы считаете, не перегорели ли участники? Ну, мы беспокоились об этом, действительно, но просто других возможностей тогда не было. А теперь у нас все региональные репетиции закончились. И могу уверенно заявить, что нет, они не перегорели. Они были полны энергии, эмоций, свежие эмоции. Так что нету никаких проблем с этим. Какими произведениями будете дирижировать вы? Я буду дирижировать песни Эстер Мекки, «Вайкнер Аулюк», «Тихая песня». А что это за чувство, быть дирижером хора? Вот там на Певческом празднике это какое-то просто большое облако счастья, если честно. Просто эмоция такая большая, громадная и теплая. Ксения, ну стоит отметить, что вы единственный русский дирижер в этом празднике песни и танца. Каково быть русским дирижером? Я не знаю, даже не чувствую никакой разницы. Я здесь родилась, здесь училась, здесь было мое музыкальное образование. Так что я даже не чувствую никакой разницы. Мне, конечно, легче делать свою работу. Я знаю больше языков и так далее, и так далее. Но эмоционально как-то я разницы не чувствую. А помогает вообще знание русского языка? Ну, конечно, конечно. Ну, репертуар такой огромный еще, да. А какие у вас еще языки? Ну, английский, как обычно есть. Ну, потом, так как я работаю в национальной опере, то, конечно же, надо знать и немецкий, и итальянский. Ну, там уже другой уровень. Умею произносить очень оригинально, но разговаривать, конечно, я не смогу. То есть, в принципе, если вы поедете куда-то в Европу, и вам предложат провести какой-то небольшой, может быть, праздник песни и танца, вы справитесь с этим? Языкового барьера не будет. Ну, музыка универсальна. Так что справлюсь, справлюсь. А вас слушаются, вам приходится применять жесткость, как в спорте? Участники знают, что вы чемпион по смешанным единоборствам? Нет, я думаю, нет все-таки. Но иногда, я думаю, мой характер выходит, и тогда уже что-то там в глазах у них проясняется, что там что-то не то, там какой-то тренер выходит. Многие русскоязычные жители думают, что это исключительно эстонский праздник песни и танца. Как вы думаете, почему русскоязычным тоже нужно прийти на такой праздник? Ну, там просто такая хорошая атмосфера. И очень много интересного и, не знаю, доброго. И праздник песни и танца – многолетняя традиция эстонской культуры. Так что приглашаю всех, там будет всем интересно и хорошо, я думаю. А вы давно на этом празднике? Это мой второй, как дирижер, ну, я думаю, маленькая уже там пела. То есть, в принципе, этот праздник прошел через всю вашу жизнь практически? Да, да. Мы желаем вам успеха, вам и вашему хору. Спасибо. 13-й молодежный праздник песни и танца посвящен молодым людям и их отношению к окружающему миру. Танцевальный праздник под названием «Мост» пройдет с 30 июня по 2 июля. Торжественное шествие участников и певческий праздник «Это святая земля» состоится 2 июля. И очень хочется, чтобы среди зрителей были и поклонники нашей передачи. И мы с особым нетерпением будем ждать выступления хоров под руководством нашей сегодняшней гости – дирижера Ксении Грабовой. А мы переходим к другим темам. Недавно Эстония и Молдова отметили 30-летие установления дипломатических отношений. За эти годы Эстония там участвовала в 250 совместных проектах. И если вам иногда кажется, что Таллинн – северный и неяркий город, обязательно зайдите в галерею архитектуры и дизайна. И вы увидите, как благодаря кисти уроженца Молдовы Владимира Бачо средневековая столица приобретает радостный и солнечный колорит. А сама совместная с эстонским скульптором Тауна Кангра выставка, по мнению Лины Туровской, стала прекрасным подарком к дипломатическому юбилею. Известный эстонский художник Владимир Бачо сам родом из Молдавии. И где бы он ни жил, краски родного края всегда будут доминировать в его творчестве. Конечно, в отдельном зале находятся работы, сделанные во время поездки по Европе – Франции, Италии, Турции, Румынии. Как признался сам художник, больше всего он любит французских импрессионистов. И это легко понять, глядя на его работы. Но, несмотря на любовь к французской школе живописи, на выставке часть работ полностью посвящена Таллину. И, конечно, есть блог, где много картин, написанных в Молдове и ей посвященных. Я чувствую себя и молдавским художником, и эстонским тоже. Потому что уже большая часть жизни все-таки в Эстонии прошла, и большое влияние эстонских художников тоже есть. Но изначально самые первые впечатления были все-таки от румынской живописи, от французской. Поэтому основное все-таки оттуда. Культура – это единственное, что, наверное, сейчас объединяет людей разных национальностей. Это очень важно, потому что здесь представлены две школы разные – художественная – молдавская, эстонская. И когда разные школы встречаются, то это всегда происходит такое взаимопоникновение, взаимодополнение, наверное, и обогащение. А сама выставка приурочена к 30-летию становления дипломатических отношений между Эстонией и Молдовой. Каякалас побывала несколько дней назад в Кишиневе на саммите Европейского политического сообщества. Так что потому не случайно на открытии прибыли высокие дипломатические гости и представители нашего МИДа. Я очень рад и благодарен нашим эстонским друзьям, которые организовали эту выставку. Чтобы отметить вот эту дату, мы назвали эту выставку «Молдавско-эстонские культурные интерференции», что означает культурное взаимопоникновение. Наши отношения, конечно, станут все более крепкими, потому что теперь и Молдова на пути в Европейский Союз, и, конечно, Эстония поддерживает Молдову на этой пути. Все больше и больше и двусторонных контактов. Министр иностранных дел Молдова был в январе в Эстонии, наш министр был в Молдове недавно. Что же касается выставки, то организаторы рады поделиться с таллинцами и гостями столицы с солнечным южным настроением и приглашают полюбоваться на восхитительные яркие пейзажи. Выставка открыта до 10 июня. Лентуровская, Петр Илливайн, Новости Таллина. Сегодняшнюю погоду синоптики относят к типу «благоприятное». Разве что уровень ультрафиолета порой был высоким. Но это не случайно. Весь день светило солнце. А вот что будет в ближайшие дни, вы узнаете из прогноза синоптиков. Предстоящей ночью будет ясная и сухая погода. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 7 градусов выше нуля. Завтра днем ожидается небольшая облачность без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится. Ближе к вечеру пойдет дождь. Ветер западных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 20 градусов тепла. Но с четверга на пятницу будет ясная погода без осадков. Ветер северных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8 градусов. В пятницу днем солнечно. Ветер северный, северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 16 градусов тепла. Ночь на субботу ожидается ясная погода. Ветер северо-восточный, восточный 3,7 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 7 градусов выше нуля. В субботу днем ожидается ясная и солнечная погода. Ветер в восточных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. На сегодня это все. Наша программа подошла к завершению. И мне, Вадиму Малышкину, только остается с вами попрощаться. Но не могу не напомнить, что уже завтра мы с вами снова увидимся, чтобы узнать из новостей Таллина обо всем самом важном, что произойдет в столице Эстонии. До свидания.